Кино, сериалы и национальный контент. С ТВ Плюс от Казахтелеком. Финансовая афера на миллиард семье. Департамент экономических расследований сообщил подробности дела о присвоении кредитов и субсидий от аграрной корпорации. 14 детей погибли в ДТП с начала года в нашем регионе. СПО 20 получили травмы. Полиции и чиновники проводят акции по повышению уровня безопасности несовершеннолетних на дорогах. Борьба за власть развернулась в одном из домов по улице Есетбатыра в ходе смены формы управления. Речь идет якобы даже о попытках убийства недовольными от своего оппонента. 712 тысяч материалов хранится в Государственном архиве, рассчитанном лишь на треть этого объема. Сотрудники ведомства поделились результатами работы и планами на будущее. В эфире программа «Факт» в студии Гухар Тургаева. Здравствуйте! Кастак сообщает, осадки ожидаются в ближайшие трое суток на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет». В ближайшие дни под влиянием северного циклона и с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются осадки. 18 ноября на северо-западе и севере страны пройдут сильные осадки в виде дождя и снега. Но при этом сохраняется теплая погода для ноября месяца, говорится в прогнозе погоды на 16-18 ноября. По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы туман, добавили синоптики. Финансовую аферу почти на миллиард сенге раскрыли сотрудники областного департамента экономических расследований. Несколько лет назад три человека получили кредиты и субсидии от аграрной кредитной корпорации, якобы на нужды крестьянских хозяйств. Однако ни скота, ни оборудования, ни других материалов приобретено злоумышленниками не было. Их задержали за растрату государственных денег. Установлены трое лиц, которые от имени крестьянских хозяйств, оформленных на подставленных лиц, обналичивали кредитные средства путем предоставления эффективных документов, выделенные на приобретение племенного крупного рогатого скота. Противоправными действиями причинен ущерб государству в особо крупном размере на общую сумму 970 миллионов тенге. В настоящее время трое подозреваемых задержаны, в отношении которых судом санкционированы меры пресечения содержания под стражей. Также арестованы движимые и недвижимые имущества, подозреваемые на сумму 260 миллионов тенге. Крестьянские хозяйства, для которых получались кредиты, были оформлены на подставные лица. В итоге ни копейки из полученных кредитов и субсидий злоумышленники не потратили на приобретение скота, заключили в департаменте экономических расследований. С 13 ноября на территории Октябрьской области департамент полиции совместно с Управлением образования проводит акцию под названием «Неделя безопасности дорожного движения». Цель данного мероприятия заключается в проведении профилактических работ по предотвращению ДТП с участием детей. Акция продлится ровно неделю. Ваш пассажир-ребенок. В такой лозунг получила специальная акция, посвященная безопасности детей на дорогах. С начала года в нашей области зафиксировано 108 ДТП с участием детей. 14 несовершеннолетних погибли. 120 детей получили телесные повреждения разной тяжести. Республиканская акция, посвященная жертвам ДТП. Пока мы проводим агитационные работы. Наша задача – донести родителям и водителям о том, что в ночное время детей может быть невидно, особенно в тех районах, где плохо освещается улица. В целях акции мы наклеиваем на куртки или рюкзаки детей специальные световые значки. С помощью них водитель будет видеть ребенка и сможет избежать дорожного происшествия. В ходе акции стражи порядка провели масштабную информационную пропагандистскую работу с родителями и водителями школьных автобусов. Разъяснили необходимость использования специальных ремней безопасности и соблюдения ПДД. Мы просим, чтобы родители напоминали своим детям о правилах дорожного движения, где можно, а где нельзя переходить дорогу. Каждый родитель тоже ответственен в данной ситуации. Также хотим напомнить, что если вы водите ребенка, то детское кресло необходимо. Вы должны помнить, что вы тоже в ответе за безопасность ребенка. К сожалению, многие водители не имеют автокресла и специальные ремни безопасности. Сегодня уже третий день специальной акции для детей. Проходить в нашем городе она будет неделю. Необычным нововведением стали специальные светящиеся значки, которые прикрепляются на куртки или рюкзаки. С их помощью ребенок будет отчетливо заметен в свете фар. Евгений Борщ, программа «Факт». Борьба за власть развернулась в одном из домов по улице Исет-Батыра. Часть жильцов утверждает, что после создания своего простого товарищества, председатель их бывшего кондоминиума подговаривает соседей подавать на новых домоуправленцев в суд за незаконную деятельность. Председатель простого товарищества считает, что оппоненты даже пытались ее убить. Жильцы дома номер 105, корпус 2, минувшим летом уже обращались в нашу редакцию. Они жаловались на бездействие ответственного за здание кондоминиума, а именно КСПК «Назар-3». Трещины в стенах, дырявая крыша, отданный в посторонние руки пожарный выход и создание пристроек без согласования с жильцами – это лишь малый перечень претензий жильцов к председателю КСПК Мурату Табанбаеву. В июне жильцы отказались от услуг кондоминиума и создали простое товарищество. Однако вместо архитектурных проблем теперь появились судебные. «Уходили с боем, до сих пор нам не дают работать. Мы с мая месяца находимся в стрессе жильцами. Адвокат Табанбаева, вот с мая месяца нам сразу же они не дали работать. С мая месяца». «Можете поподробнее, в чем заключается?» «Адвокат Табанбаева, она же адвокат, истец у нас, который подала на нас в суд, Фрайбергер, квартира 82, подала на нас в суд. Вот жилец она. Она когда-то работала в КСК кассиром». По словам председателя ПТ Айман Туракбаевой, переход на новую форму управления подписали большинство жителей в ходе собрания. Остальная часть, вернее, отдельно взяты. Ее представители, по ее словам, теперь ставят палки в колеса товариществу. За полгода уже был ряд судебных исков со стороны оппонентов, которые требуют сместить председателя. Якобы он был избран незаконно. Айман Туракбаева утверждает, что ее даже пытались убить или, по крайней мере, покалечить. «Другая, например, другая соседка, она толкает меня под машину, соседи меня спасают. Адвокат, получается, Табынбаева и нашей соседки помогает, чтобы развалить ПТ. Помогает развалить ПТ. Мы уже очень много сделали жильцами». «Когда у нас ПТ образовалось, КСК начали блокировать у должников карты, которые не платили, да. Но мы уже были в составе ПТ. Наш дом был уже в составе ПТ. А КСК начали блокировать карты жильцам. Но это же незаконно». Недовольны в товариществе решением жилищной инспекции. Тогдашний главоведомство Руслана Женьязов документально разрешил создать простое товарищество. Но в документе отметил, что согласились с этим все 100% жильцов. Теперь противники товарищества из числа жильцов того же дома не платят деньги в товарищество. И утверждают, что их согласия на переход к новому дому управлению никто не спрашивал. Лояльные к товариществу люди, в свою очередь, считают, что благодаря новому председателю дела в доме наладились. «Почти все подъезды крыши поменяли. Потом отопительная система, когда она еще не была председателем, отопительная система была вообще в негодном состоянии. Все было гнилое. Вот с этого момента она взялась и у ней получилось. Это была очень большая работа». Жильцы сегодня пришли в КСПК «Назар-3». Они винят сотрудников в том, что те подговаривают некоторых жильцов подавать суд на товарищество. Эти жильцы якобы работали ранее в данном КСПК. «Жильец вашего дома, фрайбергер-лида, она подала в суд на нее. Решение суда есть, что она незаконно работает. Ваш общий адвокат. Жильцы считают, что вы сговорец, таймер. Конечно. Сговорец, да, сговорец. Нет, сговорец, как понятно. Что такое сговорец, как понятно. Ну, то есть, подговорили ее, чтобы она подала в суд на его адвокат. Какой тему подговорили? Не знаю, я только спрашиваю. Вы как на это? Что ответите? Она просто, как жилец, имеет свою точку зрения, в отличие от других людей. В КСПК отметили, что и блокирование счетов жильцов было законным, так как процедура стала следствием долгов перед КСПК. Еще летом Табенбаев сообщал, что жильцы дома задолжали кондоминиуму более 2 миллионов тенге. С нами связался главный бухгалтер КСПК, которая рассказала, что суд в отношении товарищества, в частности ее председателя Айман Туракбаевой, был лишь один. Иск подала одна из жительниц дома номер 105, корпус 2. По словам бухгалтера КСК, суд признал, что председателем Туракбаева стало незаконно. И деньги на нужды товарищества от жильцов она получает на свой личный банковский счет. Было принято решение именем республики Казахстан по иску Фрайбергер-Люди К. Туракбаевой, судья Сатанов-ЖС, 1 ноября 1923 года. Она первая проводила собрание 7 мая, у него не было кворума. Решение суда это подробно расписано. Первое и второе. Там нам отказали в предоставлении отчета. Она открыла счета на личное имя, на свое личное, как Туракбаева Айман. И собирает деньги с людей, с собственников квартир. Хотя сама Айман Туракбаева не является собственником в этом доме квартиры. Влад Рогушев, программа «Факт». Студенты Актюбинского гуманитарного колледжа сегодня узнали, как обезопасить себя от наркотиков, лудомании и суицида. Педагоги Актюбинского юридического института имени Малкиджара Букинбаева встретились с юношами и девушками в рамках профилактической работы. За последние годы факты увеличиваются в связи с тем, что если раньше на суицид влиял, это семейные бытовые условия, либо безответная любовь. В данный момент теперь развитием киберпространства. Добавляется это у нас кибербуллинг и добавляется лудомания. Если это ребенок в школе, либо в колледже, это непосредственно у руководства колледжа, у них имеются психологи. Если касаемо сигналы будут серьезные, имеется в виду, уже совместно нужно обратиться в местные правоохранительные органы. Для оказания психологической помощи работают круглосуточные телефоны доверия. Как гласит источник закон.кз, статистика самоубийств в нашей стране пошла на спад. Количество завершенных случаев суицида в 2022 году по данным Комитета по правовой статистике и спецучетам Генпрокуратуры сократилось с 4000 до 3700. В настоящее время смертность при попытках суицида также снижается. За январь-февраль 2023 года добровольно ушли из жизни 526 казахстанцев, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 712 тысяч материалов хранится в Государственном архиве нашей области. При этом действующее здание ведомства рассчитано на хранение лишь третьей такового объема данных. Сотрудники ведомства сегодня отчитались об итогах проделанной за год работы и поделились планами на возможное строительство нового помещения. Это документы бывшего партийного архива, управленческая документация, научно-техническая документация, аудиовизуальные документы, документы по личному составу, а также документы фондов личного происхождения, которые мы принимаем от граждан. То есть берем у людей, видных общественных, политических, деятелей культуры, искусства. И вот этот богатейший состав документов собрали наши работники, архивисты. На сегодняшний день в нашем архиве работает 48 человек. В эпоху цифровизации Государственные архивы Казахстана переходят на хранение своих материалов в электронном формате. В архиве нашей области на сегодня оцифровано менее 10% документации, сообщили на брифинге. Все данные вводятся в единый республиканский информационный архив. Материальная база актюбинского архива заполнена на 110%, вследствие чего уже разработана проектно-сметная документация по строительству нового здания. Строительство должно начаться в микрорайоне Есет-Батыр, но когда – неизвестно. Кастак передает Касым Жамар Такаев, поручил принять меры по поставкам горюче-смазочных материалов из жижного нефтяного газа на внутренний рынок Казахстана. Глава государства принял министра энергетики Алмас Адамас Адкалиева. Президент поручил держать на особым контроле вопросы прохождения отопительного сезона и реализации проектов по модернизации энергетической инфраструктуры, а также принять меры по обеспечению бесперебойных поставок ГСМ из жижного нефтяного газа на внутренний рынок, говорится в сообщении. В продолжении смотрите новости республики. Около ста граждан Казахстана покинули сектор газа и направляются в Каир. Сегодня состоялся первый этап эвакуации, в результате которого через контрольно-пропускной пункт Рафах из сектора газа на территорию Египта перешли 92 гражданина Казахстана и члены их семей. После процедурной границы наши граждане в составе колонны выехали в Каир и в ближайшее время прибудут туда, говорится в сообщении МИДа. После того, как все наши граждане будут благополучно доставлены из сектора газа в Каир, правительством будет направлен эвакуационный борт. Президент Казахстана Касым Жомар Такаев поручил руководству МВД взять на особый контроль дело экс-министра национальной экономики Куандыка Бешимбаева. Закон должен быть един для всех. Справедливость в обществе – это солидарность граждан во имя укрепления законности. «Справедливый Казахстан – это страна, где царят законы, порядок», – сказал Такаев. 10 ноября МВД подтвердило задержание Бешимбаева по делу об избиении до смерти его супруги. Подозреваемый в изнасиловании начальник полиции Толдыкургана Марат Куштыбаев арестован на два месяца. Куштыбаев подозревается в том, что изнасиловал в служебном кабинете девушку, доставленную в полицию, о чем стало известно 13 ноября. Позже начальника полиции задержали и водворили ВВС. Двое погибли при лобовом столкновении автомобилей на трассе Алматы Коргас. По предварительной версии, 29-летний водитель Тойоты Камри выехал на встречную полосу и столкнулся с Фольксвагеном Пассат. На месте происшествия погибли мужчины 25 и 27 лет. Еще троих госпитализировали. Причастность бывшего министра культуры и спорта Арестанбека Мухаммедюлы проверят по делу о продаже крепости для фильма «Кочевник». Построенная на берегу реки Ильи Бутафорская крепость Туркестан была продана коммерческой организации, аффилированной с экс-руководством Министерства культуры и спорта, по цене ниже рыночной в 44 раза. 20 июня экс-министр был приговорен к 8 годам лишения свободы. На 4,9% выросла экономика Казахстана в январе-октябре, сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров сегодня на заседании правительства. По словам министра, рост в реальном секторе составил 3,8%, в сфере услуг – 5,4%. Среди отраслей наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, информация, связь и транспорт. Депутаты приняли закон о специальных выплатах шахтерам Казахстана в рамках принятия проекта закона о раннем выходе шахтеров на пенсию. Средний размер такой выплаты составит порядка 200 тысяч тенге, а претендовать на нее смогут граждане, работающие во вредных условиях труда 7 лет и достигшие 55-летнего возраста. В Казахстане под эти критерии подпадают около 37 тысяч человек. О том, какая помощь оказана семьям погибших горняков на шахте Костенко в Карагандинской области, сообщил Аким Ирмаганбек Буликпаев. Все 46 семей получили выплату на погребение. 20 семьям, имеющим несовершеннолетних детей и детей студентов, назначено пособие по потере кормильца. Со стороны АМТ выплачено 10 годовых зарплат 44 семьям, погашены кредиты, компания купит квартиры, будут также страховые выплаты детям, сказал Аким Карагандинской области. 28 октября на шахте Минекостенко компании Арселор Митл Тимиртау произошел взрыв газометана. Погибли 46 шахтеров. Во втором блоке программы смотрите следующие сюжеты. Операция на почтение в невидимых глазу объектах и тончайших сосудах. Сегодня в Метакадемии открылся микрохирургический форум Казахстана с участием иностранных специалистов. Сюжеты он черпает из путешествий, а смыслы из исторических сюжетов. Во дворце студентов открылась выставка картин Павла Пичугина, российского художника родом из Павлодара. Средняя зарплата 128 тенге, а курс доллара 1 к 4. Сегодня ровно 30 лет национальной валюте. Октюбинцы вспоминают, как происходил переход от советского рубля к тенге. Все, что ты любишь. Кино, сериалы и национальный контент. Смотри везде, где захочется. Сразу, на всех устройствах. Выбирай все с ТВ Плюс от Казахтелеком. Расширьте возможности вашей рекламы. Новая услуга – реклама с QR-кодом. Это возможность перехода в один клик на ваш сайт или страничку в Инстаграм. При просмотре ролика на Рика ТВ или баннера в газете Эврика. Все, что нужно – навести смартфон. Смотри, сканируй, заходи. Рекламная служба медиагруппы Рика. Звоните 220-250-222-300. Вы хотите просто дать рекламу без сложных прайсов, лишних цифр и сносок? В конец запутались в вариантах? С нами вы разберетесь в три счета. Всего три пакета размещения – экономный, оптимальный, премиальный. В рекламной службе медиагруппы Рика. Освободите голову для бизнеса. Простое предложение – верное решение. Звоните 220-250-222-300. Это не просто QR-код. Это радио нашего города. Сканируй и слушай онлайн. На сайте rikotv.kz. Лови волну в один клик. Подключайся прямо сейчас. Сегодня в Западно-Казахстанском медицинском университете имени Аспанова начался второй микрохирургический форум Казахстана. Специалисты этой области выступали с докладами, раскрывающими их научные исследования. Форум собрал молодых ученых из нескольких регионов республики и соседних стран. Микрохирургия – одно из сложнейших направлений медицины. Ведь ошибка на миллиметр может стоить жизни. Микрохирургия зародилась в 70-х годах 20 века. Тогда первой сложнейшей операцией выполнила группа американских медиков. С того момента микрохирургия развивается по всему миру. Сегодня на форуме опытные врачи встретились со своими преемниками. Они слушали доклады молодых хирургов и давали советы. Возможно, после того, как выполнен был объем операции определенный, качество жизни у пациента в определенной степени будет устроен. Небольшой пример. Просто обычная резаная рана, обширенная на предплечье, допустим. Можно его зашить просто используя обычную технологию, а можно зашить его с использованием технологии микрохирургии. И качество жизни у пациента в последующем, у тех пациентов, у которых вдруг применена технология микрохирургии, будет намного лучше. Как бы правильно восстановить краны, сосуды, нервные окончания и так далее. Завтра, второй день формы, врачи проведут мастер-класс по снятию малоберцового лоскута опорно-двигательного аппарата с сосудистым основанием. А в завершающий третий день участники покажут навыки накладывания анастомосов на сосуды диаметром меньше 1 мм. Такая работа требует особых подходов. В наши дни микрохирургия активно применяется в урологии, офтальмологии, травматологии и при пластических операциях. Хоббл или болезнь курильщиков. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с хронической болезнью легких. Как она проявляется, кто именно подвержен этому заболеванию и излечима ли оно, расскажут пульмонологи в следующем сюжете выпуска. Сегодня в мире от употребления табачной продукции умирает свыше 8 млн человек в год. Болезни, вызванные курением, довольно разнообразны. Одна из них – хоббл или хроническая обструктивная болезнь легких. В отличие от туберкулеза и пневмонии, хоббл не является инфекционной болезнью и проявляется она хроническим воспалением стенок бронхов. Хоббл – это хроническая обструктивная болезнь легких. Это заболевание, которое характеризуется постоянными респираторными симптомами и ограничением воздушного потока, то есть одышка у пациентов – основная жалоба. Это связано с хроническим воспалением дыхательных путей, в основном это малых бронхов и альвеол. И это все возникает вследствие воздействия на дыхательные пути каких-то токсических частиц или газов. В 70% случаев хоббл связан с табакокурением, однако еще одной из причин ее возникновения является загрязненный воздух. По словам врачей, бороться с данной болезнью сложно. Если человек запустил ее до третьей стадии, то в 95% случаев пациенту придется пользоваться ингалятором. Сегодня люди с данным недугом состоят на учете и каждый год проходят бесплатное стационарное лечение. Хоббл – это пациенты, которые страдают хобблом. Потом хоббл обычно это все-таки подтверждается, кроме того, что мы выявляем триггер, то есть это курильщик со стажем. Или это он работает, например, с какими-то в течение ряда лет лакокрасочными изделиями, клеем. Вдыхают вот такие вот пары, которые могут вызывать хроническое воспаление бронхов. Кроме этого, еще должна подтверждаться спирография. Все пациенты проходят спирографию, где выявляется бронхообструкция. Если есть бронхообструкция, если есть определенная клиника, тогда только ставится диагноз Хоббл. Если человек запустил свою болезнь до критической четвертой стадии, то вылечить хоббл практически невозможно. Нередко данная болезнь перерастает в рак легких. Евгений Борщ, программа «Факт». Средняя зарплата – 128 тенге, а курс доллара – 1 к 4. Сегодня ровно 30 лет национальной валюте. Актюбинцы вспомнили, как происходил переход от советского рубля к тенге – одному из символов независимого Казахстана. После распада СССР перед Казахстаном встал вопрос – оставаться в зоне действия нового рубля, созданного Россией, или создать собственную валюту. Тогда многие страны уже сделали выбор в пользу валютной независимости, и Казахстан стал не исключением. Я тогда еще не родилась, но мои родители рассказали про это событие. Мне говорили, что в те времена, особенно когда только все поменялось, можно было купить все дешево. Тогда 100 тенге считалось деньгами. Помни этот день. Мы тогда сразу собирались поменять деньги, но в течение трех дней это было сделать невозможно, так как был приказ, а сама валюта появилась позже. Многие тогда не понимали, что теперь будет с их старыми деньгами. Приживется ли валюта? Очень хорошо помню. Здесь, если сказать, скажем, образно, то была какая-то относительная паника. Почему? Потому что мы же привыкли к единой валюте, скажем, рублю, да? А здесь получилось, что нам ввели, как говорится, свою национальную валюту. И поэтому привыкать было сложновато. Почему? Потому что валюта другая, цены непонятные, курс какой, мы же не знаем. Начали сравнивать, начали что-то, как говорится, предпринимать. А так, в общем, если сказать на сегодня, мы уже не представляем свою жизнь без нашей национальной валюты. Тогда первые тенге были как бумажные, так и монеты. Монеты назвали теины. Тогда на купюрах были изображены казахские деятели, такие как Аль-Фараби, Чукан Валиханов, Абай Кунабаев. Это было в 1993 году. Были купюры 50 тенге, 100 тенге, 1000 тенге, 500 тенге. А также были монеты, копейки, теины. Первые два года все было не так дорого, до 1995 года. После 1995 начали расти цены и до сих пор растут. Но все же было страшно первое время. Непонятно, какой курс, что делать со старыми деньгами. Евгений Борщев, Влад Рогушев, программа «Факт». В Актобе открылась выставка российского художника Павла Пичугина. В зале Дворца студентов при Университете Кудайбергена-Жибанова можно насладиться удивительной техникой написания картин. Любители изобразительного искусства смогут увидеть более 80 работ автора, которые выставляются в Казахстане впервые. Работа для сердца, работа для души. Картины российского художника Павла Пичугина наполнены не только красивой техникой, но и неким сюжетом. В каждой из них отражается смысл, идея и история. Художник родом из Павлодара, но много лет живет и работает в России. На родину с выставкой он приехал впервые и в Актобе не случайно. Я очень благодарен за приглашение, что я смог поработать со студентами, дать им знания новые какие-то. Именно в печати меня приглашали по цветной линогравюре, что я и представляю на выставке для студентов. Но здесь не только цветная линогравюра, но и черно-белая. И еще кроме линогравюра у меня здесь и афорт, и ксилография. Это очень интересно. Я думаю, это очень хорошо для студентов, для развития, что они увидят новые техники какие-то и соприкоснутся, может быть, тоже захотят изучить. Вдохновение для написания картин автор берет из жизни и путешествий. К примеру, поездка в Израиль впоследствии отразилась на нескольких работах. Также на выставке можно лицезреть пейзажи в разных техниках. Наряду с проведением выставки Павел Пичугин поработает и со студентами университета Жубанова. Художественная выставка будет открыта на протяжении трех месяцев. Тамерис Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Ярмарка белорусской обуви в центре нашего города. Можете утеплиться к зиме уже сейчас, так как на ней представлены удобные с нескользящей подошвы модели обуви. Посетители ярмарки уже радуют себя теплыми зимними сапожками по приятным ценам. Удобная обувь – залог уверенной и красивой походки, а натуральные материалы помогут провести зиму еще и с пользой для здоровья. Прямо из страны производителя доставлены модели демисезонной и зимней обуви, которая придется по душе как мужчинам, так и женщинам. Вы получите не только профессиональную помощь в опытах продавцов-консультантов, но и приобретете удобную на нескользящей подошве обувь, а также красивые и удобные модели демисезонных курток. На белорусской ярмарке представлено более 500 моделей. Анатомическая стелька уменьшает давление на стопу. Обувь дополнительно прошита специальными нитями, что повышает ее прочность. Вставки из резинки препятствуют натиранию. Кожаные ремешки позволяют регулировать модель по объему ноги. Колодка выполнена из качественного полиуретана, благодаря чему она также мягко амортизирует и снижает нагрузку голеностопа. Перед покупкой можно примерить понравившуюся модель ботинок или сапожек. Продавцы подскажут, подберут ваш размер и посоветуют ту или иную модель. Активенцы уже знают о ярмарке белорусской обуви и с удовольствием приходят сюда, чтобы выбрать удобную долговечную обувь и куртку. Решили сами посмотреть, чтобы было понятно, чем услышать, лучше увидеть. Мы в таком возрасте, что на каблуках мы не будем ходить, они скользящие, чтобы именно подошва была удобная. Нам самое главное это. Ярмарка белорусской обуви будет открыта до 19 ноября включительно. По адресу улица Блахайрхана, 58, в здании бывшего магазина «Тост». В районе остановки «Казпочта». Для удобства покупателей на улице есть указатели. Ярмарка работает без перерыва с 10 утра до 19.00. Елемай из Семея намерен переманить к себе некоторых футболистов Ак-Тубе, сообщает Вести Кизет. По информации телеграм-канала «Серый кардинал», пока речь идет о двух-трех игроках. В частности, о Даниеле Пенчикове, контракт с которым у Ак-Тубе вроде как действует до сих пор. Второй – это бразилица Рожерия Шина. Новый главный тренер Елемая Андрей Карпович хорошо знаком с этими игроками и прекрасно знает их возможности. Елемай стал победителем первой лиги Казахстана 2023 и этим самым завоевал путевку в премьер-лигу на следующий сезон. Ак-Тубе завершил чемпионат на третьем месте. КЛЮЧИ УДАЧИ Рашу производства «Город Пятигорск». С 21 по 26 ноября скидки до 50%, кредиты беспроцентная рассрочка. Ждем вас по адресу кинотеатр «Локомотив». Расширьте возможности в вашей рекламе. Новая услуга – реклама с QR-кодом. Это возможность перехода в один клик на ваш сайт или страничку в Инстаграм. При просмотре ролика на Рика ТВ или баннера в газете «Эврика». Все, что нужно – навести смартфон. Смотри, сканируй, заходи. Рекламная служба медиагруппы Рика. Звоните 220-250-222-300. Вы хотите просто дать рекламу без сложных прайсов, лишних цифр и сносок? В конец запутались в вариантах? С нами вы разберетесь в три счета. Всего три пакета размещения – экономный, оптимальный, премиальный – в рекламной службе медиагруппы Рика. Освободите голову для бизнеса. Простое предложение – верное решение. Звоните 220-250-222-300.